Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем урок на задачи, в которых применяются такие термины, как уценка и наценка. Это может быть снижение цены, это может быть распродажа, это может быть повышение цены, оптовая, розничная, не важно. Главное, что здесь употребляются эти термины. Итак, задача номер 6. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку? Ну и, конечно, мы с вами начинаем с того, что мы запишем нашу формулу. x равняется y умножить на 100 плюс минус n и деленное на 100. Значит, что такое x? x – это окончательная цена товара. y – это та цена, которую либо опускали на распродаже, либо, если наценка, то она становилась больше. И n – это количество процентов, на которые, собственно, и была произведена распродажа или наценка. Значит, вот мы разбираем нашу задачу. Футболка стала стоить 680 рублей. То есть это окончательная цена. До распродажи она стоила 800 рублей. Значит, раз произошла распродажа и стоимость нашей футболки снизилась, то мы, естественно, будем использовать тот вариант, который содержит минус n. Ну и теперь решить это уравнение уже легко. Значит, мы 680 делим на 800, получаем и умножаем на 100, получаем 85. Равняется 100 минус x. Отсюда x равен 15. То есть на 15% произошло снижение цены. Задача номер 7. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? Ну, эта задача очень простая. Мы сразу применяем нашу формулу. Итак, x. 60 рублей – это первоначальная цена пачки масла. Умножаем на 100 минус 5% скидки и делим на 100. Значит, 60 умножаем на 0,95. И отсюда мы получаем ответ, что пенсионер заплатит 57 рублей. Задача номер 8. Тетрадь стоила 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей, если при покупке более 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки? Итак, попробуем сразу применить формулу. Тетрадей мы с вами покупаем 60. Далее. Первоначальная тетрадь стоит 24 рубля. Но нам делают скидку. На сколько процентов? На 10% от стоимости покупки. То есть скидка. Значит, мы от 100 отнимаем 10 и делим на 100. Получаем 1296 рублей мы заплатим за всю покупку. То есть в данном случае 60 количество тетрадей. Мы можем здесь поставить скобку, чтобы нам было понятно. 60 умножить на 24. Это та сумма, которую мы заплатим за тетрадь. А все остальное это скидка на общее количество. Далее. Задача номер 9. После оценки телевизора его новая цена составила 0,52 от старой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате оценки? Ну вот эта задача довольно сложна. Дело в том, что это задача с двумя переменными. Итак, у нас новая цена 0,52 от какого-то икса. Значит, теперь мы начинаем думать. А первоначальная цена какая была? Она была икс. Умножаем на 100 минус n, деленное на 100. Вот теперь, когда мы решаем такую задачу, мы с вами можем сказать. Мы можем отбросить х, потому что х это положительное число, или другими словами, поделить на х и получить уравнение относительно n. 0,52 равняется 100 минус n и поделить на 100. Если мы теперь 0,52 умножим на 100, мы получим 52 и равняется 100 минус n. Отсюда n получается равняется 48. Но спрашивается, на сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате оценки? Тут мы можем ответить, да? Это на 48%. Следующая задача. Задача номер 10. Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоимости покупки. Пакет сотка стоит в магазине 70 рублей, а пенсионер заплатил за сок 65 рублей 10 копеек. Сколько процентов составляет скидка для пенсионера? Опять пользуясь нашей формулой, мы можем уже легко решить эту задачу. Пенсионер заплатил 65 рублей 10 копеек. То есть 65,1. Далее. Первоначальная цена товара. Это 70 рублей. Умножаем на 100 минус x и деленное на 100. Если мы теперь упростим немножко наше выражение, мы получим 65,1 равняется 0,7 на скобочку 100 минус x. Далее, решая это уравнение, мы получаем 93 равняется 100 минус x. Отсюда x равен 7%. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...